Около 80 обладателей знака Алтенбельге, победителей Олимпиады соревнований, побывали с экскурсией по Астане. Такой подарок 15-летию столицы умникам и умницам сделало Управление по делам молодежной политики. Вместе с выпускниками в Астане побывал наш корреспондент Динара Сартаева. Сегодня Астана – это уже большой мегаполис. Небоскребы, музыкальные фонтаны, памятники, известные во всем мире Байтирек, Ханшатыр и мечеть Хазарет Султан оставят под впечатлением каждого туриста. В первую очередь ребятам показали монумент «Отан-Ана». Там представители молодого поколения возложили цветы к вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной. Экскурсия в преддверии дня рождения столицы – возможность наглядно показать без пяти минут студентам, как преобразилась Астана за 15 лет. Говорит руководитель отдела информационно-аналитической работы по вопросам молодежной политики Карганинской области Азамат Сулейменов. Главная цель нашей экскурсии – это формирование патриотического отношения к своей родине, к своей земле. Еще одна цель – это чтобы молодые люди ценили наши достижения, достижения страны, чтобы ознакомились с культурным наследием современным, а также с духовным. Алишер – выпускник школы для одаренных детей «Мурагер». Как и другие отличники учебы, юноша смог познакомиться с историей становления города – гордостью молодого государства. Я хочу, чтобы наша страна стала одним из мировых лидеров, чтобы мы были на одной волне с США, с Россией, с Китаем, чтобы наша экономика была одной из сильнейших, и мы могли спокойно рассказывать о нашей стране в других странах, и они начали нас узнавать. Хазарет Султан – мечеть, которая носит имя пророка Мухаммеда. Здесь выпускники побывали тоже. Они увидели необычайно старую священную книгу «Мусульман» – Коран, и полюбовались самой большой в Средней Азии люстрой из хрусталя весом в две тонны. «А в зимнее время, наоборот, позже, потому что солнышко зимой встает, и, конечно, чуть-чуть позже». Пирамида «Дворец мира и согласия», «Байтирек», «Музей первого президента» и «Дворец независимости» – в этот день умники и умницы посетили все достопримечательности столицы. После сытного ужина команда карагандинцев отправилась домой с незабываемыми впечатлениями. «Стурган, пусть и небо, слава!» Динара Сартаева, Тульгин Рашидов, Марат Культенов, Первый, Карагандинский.